Добрый день! Я Ольга Шафран, президент Федерации Восточного Танца по морям. И мы продолжаем нашу рубрику под названием «Шафранглица». И сегодня я вас познакомлю с моей студенткой начального уровня Светуновой Татьяной. В профессии бухгалтер, которая же занимается небольшое ее время, но уже продолжительное. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте, дорогая Ольга! Я вам хочу сказать, как же вы докатились до жизни в такой бухгалтерии, как Таня? Ой, я вообще очень люблю движения, занятия спорта, любой из спорта я люблю. Но танцевать я люблю больше всех. А почему вы именно выбрали восточный танец тогда вопрос? Ну, я хочу, конечно, сказать, почему. Скажите. Я занималась другим видом танца. Да. Но дочь моя сказала, мама, это не по твоему возрасту. Ага. Когда дело дошло до вступления. И я забросила и решила пойти лучше. И мне здесь познакомилась. Вас слышно? Да. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, не для женщин. Для женщин. То есть вы себя нашли в этом. Скажите, Татьяна, вот бухгалтерская профессия, так как у меня есть бухгалтер, который занимается у моей вот этой деятельностью хозяйственной. Вы скажите, вот цифры достаточно такой однообразная и очень вспоминная и уставная деятельность. Как вы себя чувствуете здесь? Оно помогает вам в профессии? Либо поддерживает вас? Есть какие-то изменения какие-то? Может быть, качество? Либо вы дополняете гаутерский, там вы, допустим, очень строгая, собранная женщина, а на востоке вы, допустим, как-то раскрепощаетесь. Есть какие-то моменты в этом? Когда я начала заниматься восточным танцем, и вообще танцем, у меня, во-первых, изменилась очень походка. Я знаю, что там очень много надо сидеть. Сидеть, и я стараюсь сидеть уже прямо спину держать. Походка тоже, грудь вперед. А так, да, у меня болела спина, и вот занятия спортом и танцем, они, как бы, растягивают. Машечные карты укрепляют вам, у них шляпают. Татьяна, скажите, пожалуйста, а вот у вас какие планы к восточному танцу вы ходите, занимаетесь? А есть ли какие-то чисто любимые, какие-то мысли по поводу восточного танца? Например, выйти на сцену, или, допустим, станцевать на конкурсе уже? Вот такой вот момент. Да, я хочу станцевать на конкурсе. И, конечно, кому вы себя там видите? Вот какой образ вам ближе? Допустим, вот вы хотели бы станцевать линейный танец, либо это фольклор будет, либо это шоу. Вот, допустим, как вы себя видите на сцене? Даже я еще об этом не думаю. Вот, просто хотите, да? Хотите поймать вот этот адреналин, который происходит именно вот, волшебство, которое происходит на сцене? Ну, мне вообще здесь все нравится, вот, как танцуют. Поэтому, я не знаю, фольклор, сольклор, это или нет. Я не знаю. А, а вопросы у вас интересно вообще попробовать? Да. Я бы хотела танцевать. Нужно даже не на сцене. Ага. Ага. Вообще, в принципе. То есть, это ваш какая-то мужикая цель. Скажите, а вы в публичной жизни, у вас друзья, допустим, просили вас показать, чему вы научились? Может, близкие люди, семьи, например, муж, или дети? Дома я один из носиков. Да. А оценку какую получили? Хорошо. Это же самое разговариваю. Это очень хорошо. Кстати, а вас как поддерживает семья? Вот, допустим, очень часто бывает, что вот именно семейные люди, именно вот семья, именно так семья, да, вот родственники, бывает очень негативно отзываются. Она вот и там на танцулет, вошла лучше, посидела дома. Вот у вас какое отношение, вернее, их отношение к вашему увлечению? Да. У моей семьи очень хорошее отношение к моему увлечению спорта, танцами. С ребенком у меня всегда остается, никто против меня вообще ничего не говорит. Муж у меня вперед, муж каждый не поддерживает. То есть вы как у вас поддержите, да? Это самое важное, потому что у вас нет никаких барьеров, и можете себе это самореализовать, что очень важно для женщины. Надо женщине чем-нибудь всегда занимать. Ага. И что вы можете пожелать вашим зрительницам, может быть, женщинам, которые вот так хотят, но вот как-то не рискуют? Вот что вы им пожелали? Я хочу им пожелать, чтобы они ничего не боялись и пришли хотя бы на первую тренировку, и там они все поймут. Нужно им это или нет? А если нужно, то влить на друг. И на друг. Да. Татьяна, спасибо вам большое, что вы не побоялись на мои вопросы. Желаю вам удачи. Творческих и профессионалов. Ой, спасибо вам. Вам тоже до свидания. Всем хорошего и доброго. Спасибо.